вадим привет как доехал с киева как тачка ребята это вадим и его civic сай с виду это обычная стоковая машина довольно таки очень ухоженная и же ты сделал дизайн салона обтянул алькантаре потолок и стойки либо так зал не это уже было предыдущего это бывшая наша одесская тачка вадим купил ее буквально наверно года три катаешь да и доработал эту машину машина едет на турбоките в 400 сил это kit full race сколько ушло денег на доработки до 10 долларов с работами совсем что что итоговая цифра где-то ориентировочно 400 лошадиных сил ну я думаю меньше там на этом давлении 08 бар где-то сил 360 380 какой крутящий момент или принцип моментом небольшой сказать сложить это до 380 момент например ну хонда башка продувается мотор не запертый поэтому там момента много не будет как на у тебя выхлоп стоит карте трасса 60 к на этом на этой мощности и и золотой нет нет смысла там придем оставить ребят я часто гоняю на своей тачке труба вагами многие думаю что хонда не тащит хонда едет слабо а на самом деле меня с трудом могут объехать житя и шестые на стейдж 2 сейчас вадим приедет и отомстит за меня накажем всех вадим покажи пожалуйста что там под капотом как это вообще выглядит все довольно таки компактно по заводскому кто не знает даже не подумает что душа до доработала топливная планка scan 2 вадим я заметил ты произвел доработки по тормозной системе такие машина легкая мощная и ее надо останавливать скажи пожалуйста на каких компонентах собрана тормозная система у тебя диски тормозные в rx стая 330 миллиметров и стандартные эти суппорта от акуры р.л. четырех поршневые аналог бренба колодки какой какого бренда ебится хорошо тормозит ну плюс-минус нормально вот то лучше чем стоп наше столько не хватает я так понимаю что вы в киеве боретесь в принципе ходом я слышал за вашу знаменитую борис польку очень ноги гоняют на ней всем кто гоняет на борис польки привет друзья вадим зарубим с пару точками без проблем нашли тебе пару соперников поехали так банда сейчас попробуем зарубить ходом с корветом этот тот мощный желтый корвет который объехал всех в нашем сюжете поедем ходом с 100 до 200 километров в час а сколько сил коррете ты залиться 6 и 2 мотор до а крутящий большой вадим готов корветом рубану ребята вадим красава болейте за вадима я болею за вадима это наш honda брат сейчас мы пробуем объехать корветы так друзья я в коррете сегодня мы будем брать шоку этому цивику без вариантов он будет наказан его не спасет хвален и втек пусть я сам хондовод но поверьте этот корвет реально валит друзья поэтому шансов ему не останье сейчас будет издевательство над корветом друзья кто сигнал давайте вы по сигналите так раунд один корвет против honda civic сай на стих давай ой 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 Вывалили 200 плюс километров в час, приехали примерно вровень Но подчеркиваю, друзья, что это он едет так ходом С места будет разорван в площадь циви, шансов ему вообще не останется А теперь давайте с места Нет, давайте ходом еще раз Знаете, я скажу, что в прошлый раз меня ужасал звук корвета, но в этот раз я был в шоке от звука сивика Паша, я думаю, что надо контрольно заехать с места Да нет, с места точно не будет, давайте ходом еще раз Давайте я по сигнале ходом Давайте ходом еще раз Друзья, корвет, кубатурный, мощный, это мускулкар Вадим, ну реально геройские тачка Дорой Красава Друзья, я с Вадимом общаюсь уже более двух лет, мы часто переписывались Я у Вадима консультировался по тюнингу Очень многие знают, что Вадим когда-то катался на компрессоре Ехал таки довольно неплохо Вадим, какие цифры ты приезжал к Ватер на компрессоре? 13,8 А там больше, как для ролла тоже машина была сделана В принципе, тоже на компрессоре больше, как для ролла была машина, да? Да Я там, как раз особо не ездил, там чисто пару раз попробовал, что первое получилось Вадим прикинул, что мощности ему мало Решил купить себе турбокомплект, установить его и поехать с новыми силами и с новыми возможностями Готовимся к битве Ребята, я не могу поверить своим глазам Мы объехали корвет буквально в два, либо больше кузова Вадим, как ты это сделал? Просто май Ребята, это Street Magic от Вадима Я в шоке Мы на двух литрах турбо, на давлении до килограмма На 30-м гаррете смогли объехать кубатурный, мускулистый корвет с объемом 6,2 литра На самом деле, я списался с Вадимом Вадим приехал на Геннадь в Ваге Ребят, но до Вагов, я надеюсь, что мы сегодня еще доберемся Сейчас будет заезд номер 3 с корветом Поедем с 80 до 200 км в час Да будет битва Раунд 3, поехали Эти ребята под басом Особо опасно Эти ребята под басом крайне Не любят красных От дворовых, так и зимой в строге И над поколем Нашли над планы Ребята, все происходит очень быстро Я буквально затаил дыхание И боюсь комментировать что-либо Вадим максимально спокоен, как удав Вадим, как у тебя это получается? Дело привычки Просто не успеваешь и роллом насладиться Быстро все происходит обычно Я ездил на атмосферных севиках Знаю, там едешь ролл 17 секунд 16, 18 Можешь там попереключать передачи Не знаю, посмотреть на соперника Кто настолько корпусово приехал Да Тут по-другому Я буквально успел только повернуть камеру И смотреть, как мы уезжаем от корвета Я даже не мог ни слова сказать Все произошло буквально очень быстро Машина Вадима разгоняется 100-200 Менее 10 секунд Так, банда, перейдем к сопернику номер 2 Соперник номер 2 это дядя Андрей На Ford Mustang 430 сил плюс Поедем ходом Ну, как я понимаю Вижу всю эту картину У дяди Андрея Самый заряженный Mustang 2.3 Turbo В Украине Он едет Он не может Дядя Андрей выезжает Такие цифры Что очень многие просто в шоке Вот он, ребята Дядя Андрей едет Поедем с 80 Сигналим мы Да Дима, это Honda Чувак, мы сейчас просто разнесем вас Здесь 400 сил Здесь 400 сил Да? Так много? Ну, поехали Вадим готов наказать Mustang Пора Слушай, не сильно тонет Хоть чуть-чуть Я вообще затрудняюсь Что-либо говорить После таких мрачных перегрузок Мы объехали Ford Mustang Буквально в кузов Может полтора Честно говоря Я толком не видел Но, ребята На видео Вам будет более четко Ясно и понятно Друга была Реально сильная Соперник У Вадима Дядя Андрей Очень серьезно едет Едет серьезные цифры Сейчас заедем Второй раз Ну что, друзья Давайте теперь с места заедем Как это нет смысла Так дракрейсинг же только с места А давай не с места Давай с тридцати С тридцати Так это А ты не цепляешься? Ну, давай хотя бы Сорок У тебя сорок нормально со второй? Ты в турбо? Ну, давай со сорока Сорока? Сорока давай Давай сорока Давай Давай попробуем Давай попробуем Попробуем порубить с мустангом со второй передачи Мустанг Андрея славится тем, что он очень хорошо едет с места С места в случае автомобиля Вадима ехать сложно Привод передний, сил много Все пойдет в букс Поэтому поедем с сорока километров в час Это миллениум придумал, да? Роллс сорока Скажу, что на самом деле По меркам Хонда Я уже потом с вами не понял Что лучше ехать в роллс шестидесяти Мне Так, конечно Я уже в автоэке И меньше теряю на переключении А то первое Ты побуксовал на первое Не, я не буксую на первое Но очень быстро начинается второе Буквально секунда И надо уже втыкает второе Это потери Друзья, поедем с сорока У нас мысль какая Чтоб он зашлифовался в хлам Правильно? С сорока Потому что у него все-таки Ну На одно колесо То есть у него передний привод По сути блокировки нету То есть он там будет Маслать прилично И для цивика именно Важно, чтобы максимальная была скорость То есть он стартовал там Например С восьмидесяти А еще лучше с сотки То у него будет Наилучший, скажем так Выхлоп А в случае Если мы будем ехать С тридцати и сорока То, конечно У него больше шансов зарыться Сорок Вадим готов Где он там Непонятно, по каким причинам Мустанг сдулся почему-то Мы как-то резко его добрали Ты видел этот момент? Да Это что мустанг вырвался на старте Пару корпусов Потом со временем и добрали И объехали Сейчас узнаем у дяди Андрея Все ли в порядке с автомобилем Может произошли какие-то технические неполадки Как, друзья, я и говорил С тридцати километров цивик реально уже едет хуже До сего нужна большая скорость Понятно, что на верхах он добрал Учитывая, что от друга словил отсечку Смотрелся Короче, друзья, цивик едет охеренно Но для него нужны специальные тепличные условия То есть это не тот вариант, который едет всегда и везде То есть с места валит С 30-40, с полтинника То есть он конкретно едет с определенных скоростей На определенном асфальте То есть чтобы у него был зацеп В этом, конечно, его минус Но с другой стороны Тачка в небольшие деньги Сделалась реально действительно конкурентной Едет на уровне заряженного мустанга Корветта Ну и в любых других тачах Дядя Андрей, а что случилось-то, когда мы вас... Позвелся на вас и поймал отсечку А, завтыкал Машина понравилась Лучше бы на девочек смотрел Я считаю, что в любом случае твоя на верхах лучше идет машина Легче валит, хорошо Не мапонта С места можем попробовать Не можем, что Банда, вот так вот мы рубанули с Ford Mustang дядя Андрея Андрей ехал очень достойно Просто в этом случае у дяди Андрея больше потерь на трансмиссию Так как привод задний И вес автомобиля немного больше В этой битве ходом победил Вадим Но, конечно, если бы мы ехали с места, то у Вадима не было шансов Перейдем к сопернику номер 3 Вадим, ты готов заехать с нашей быстрой Одесской Легаси? Конечно Конечно, чужой приехал Орен, точно там 450 сил плюс Но фишка в том, что такие преимущества будут в наших руках Мы поедем ходом С места с этой Легаси смысла ехать нету Она упрет нас в точку, мы ее не доберем А вот ходом будет интересно побороться Сейчас будем ехать с такой вот Субару В Легаси Посмотрите, какие у них модные тормоза Брембо 6-поршневые Сколько я понимаю, это с Каена Короче, друзья, кастомная Суба Видите, даже вот эта панель Это с последнего СТА, насколько я знаю Короче, сделана по уму Реально валящее Свет дефи, датчик наддува Это что у нас такое? Интересные тайминги там происходят Это разные важные цифры Короче, я понял Это у нас широкополосная лямбда А, нет, это метанол у тебя, да? Слушай, у тебя, походу, 30-й гард, правильно, да? Нет, EFR-71-63 EFR-71-63, друзья Кто знает, на что способна эта турбина Напишите, потому что я вообще не знаю, что это за турба А по карту она примерно как какой? Чуть меньше, 30-я Вадим, это EGT, да? Да Сколько хватает раз стрельнуть летом до нагрева? Градусов 700 Это один ролл, там 700-750 Потом ты остываешь? Потом, да нет, не надо стоять Там проехал, продулся Продулся, ага Да, буквально там секунд, там 30 минут И все, можно дальше ехать Ага, да Вот такая проблема турботачек Гасить постоянно нельзя, как на атмосфере Надо не перегреть машину по выхлопным газам Если вы перегреете машину, то... Порышня вытекут Да Порышня вытекут в подон, ребята Это касается не только турбо-хонда Вадима А также всех турботачек За этим параметром надо обязательно следить Давай Блин, я реально не ожидал, серьезно Сколько там сил в этой... в этой Сюбару, никто не знает Надо реально выпытать у хозяина Сюбару сколько же мне сил У тебя полный привод, потери... очень крепко валит Объехал нас в первом заезде входом Сейчас попробую зарубить с ним повторно Вот вы нашли своего соперника А сколько же мне сил реально по чесноку? Никто не знает А на каком давление? Давление 1,8 сейчас 1,8, ага У нас 0,8 Ну давайте еще разок или как? Ты как, есть с бензином еще или все? Давай разок еще Поехали Вадим, ты вообще ожидал? Я, честно, в шоке был Нет, можно дунуть в фонду 1,3 и... Просто я как прикинул, что в Сюбару постоянный полный привод Это потеря на полный привод А получилось, что как-то Сюбара от нас уехала И мы полу не разобрались Ребят, в этот раз разрыв был меньше Хотя Легаси визуально отдал нам преимущество в полкузова Но такие очень достойные и сильные соперники Объехать его не получается А ты на прибор мерил 100-200? Наразит секунд 8-9, наверное Сколько? Ну, 8,5 8,5, сильно Представьтесь, это Легаси ЕС 100-200, 8,5 А лучшая код у тебя? 11,7 примерно 11,7 Представьтесь, какой результат? Уважаемая публика нашего канала Заезды с Вадимом подошли к концу Вадим заехал очень достойно Я думаю, что вы все поняли, что Хонды таки едут Мы объехали сегодня Корвет Объехали Мустанг дяди Андрея Но проиграли Легаси Тачка реального Вадима валит Валит на хорошем уровне С вас лайки, с вас подписки Бейте в колокольчик С вами был Павел, Дмитрий И гость канала Вадим Всем пока, до новых встреч, друзья Пока